Привет, народ! Давайте поговорим о группе, история которой только и состоит, что из ссор, разногласий, вранья, судебных разбирательств и разочарований. При всех этих факторах группа продолжала писать качественную музыку и радовать фанатов. Поговорим о главном персонажа этой фабрики. С вами Рокипедия, и это видео о Дине Казарес из Fear Factory. Погнали! Дина Казарес родился 2 сентября 1966 года в Нижней Калифорнии, самом северном штате Мексики, как раз где проходит граница между США. В 9 лет Дина услышал ACDC и решил для себя, что он хочет так же. С того времени он начал брать акутическую гитару своего отца, который увлекался музыкой мариачи, это жанр народной мексиканской музыки, и пытался на ней что-то сыграть. Он начинал с простых рифов и постепенно переходил к все более сложным композициям. Первый риф, который он разучил, был Smoke on the Water группы Deep Purple. Интересно, а какой был ваш первый риф или песня? Напишите в комментариях. С возрастом любимая музыка обретала все более тяжелое звучание, а в голове Казареса росла мысль о том, что это точно правильный путь, по которому он будет идти всю свою жизнь. И в 13 лет, не сомневаясь в этом, купил свою первую электрогитару. В 15 лет Казарес создают свою первую группу Bolton. В ней они играли кавера на такие группы, как Motley Crue и тому подобное. А после окончания в школы в 17 лет он просто покупает билет на автобус и переезжает в Лос-Анджелес, где сразу начинает играть в металлгруппу. Первым гитаристом, с которым он познакомился, был Дэйв Мастейн. Тогда еще он только начинал играть в Мегадэв. Казарес был первым человеком, который начал расспрашивать его, как ему это удалось и просить советы. Тем самым Мастейн стал одним из тех людей, кто помог Дино освоиться и начать прогрессировать в своей игре. Дино пробовался во многие металлгруппы, но из-за его возраста его никто не хотел брать. Поэтому он просто решил создать свою собственную группу. И в 1989 году он создает сначала Бриджерию, где они выступали под псевдонимами, скрывая свои личности из-за того, что их разыскивает ФБР. Дина Казара сыграл там до 2005 года. Эта группа была больше собранием музыкантов, которые на данный момент доступны, чем сплотившимся коллективом. Чуть позже, но в этом же году, он создает еще одну группу, позже переименовав ее в Fear Factory. Их первый состав был дополнен басистом Дэйвом Гибни и вокалистом Бертоном Беллом, которые, как утверждается, были наняты впечатленным Казаресом, который случайно услышал, как они переигрывали песню New Year's Day группы U2. Казарес создал, сочинил и записал свою музыку для альбома самостоятельно. Во время записи альбома он постоянно что-то добавлял и переделывал. В итоге, более 50% материала Казарес отправил на свалку, а заместо него прямо на ходу сочинил новый и тут же записал. Олберс, бас-гитарист, присоединился к группе за две недели до того, как они должны были отправиться в турне в поддержку альбома. И хотя он внес музыкальные изменения в пару песен на альбоме, он заявил, что они не были существенными. Самые ранние демозаписи в Fear Factory сильно напоминают ранние работы на Palm Death и Godfish, что свидетельствует о признанном влиянии этих групп на их творчество. С самого начала группа стала сочетанием экстремального Dead Growl'а и чистого вокала в одной песне, что было новаторством того времени и стало значительным и влиятельным элементом звучания группы на протяжении всей ее карьеры. В будущем благодаря этому сочетанию появятся многие панц-жанры металла, такие как, например, ню-метал. Первый свой концерт группа отыграла 31 октября 1990 года со своими демозаписями. На сегодняшний день группа 10 студийных альбомов. В этом видео мы затронем только наиболее значимые и признанные фанатами релизы. А в комментариях напишите, совпадает ли мнение критиков с вашим и почему. В 91 году в Fear Factory записали серию треков с тогда еще малоизвестным продюсером Россом Робинсоном, в будущем открывшим такие группы как Korn, Slipknot и Olympiskit. Участники группы были недовольны условиями своего контракта на запись и отказались его подписывать, сохранив при этом права на песни, многие из которых они перезаписали в 92 году с другим продюсером Колином Ричардсоном для включения их в дебютный релиз. Но Росс Робинсон посуетился и получил права на запись, которую он использовал для продвижения себя как продюсера. Альбом был выпущен в 2002 году на Roadrun Records после распада Film Factory. Релиз вызвал споры, поскольку альбом был выпущен без одобрения группы и несмотря на этот релиз, этот альбом рассматривается группой как демо. Их первый альбом Soul of a New Machine был посвящен разным темам, от серийного убийцы до проституток и несправедливости. Однако, как говорит Казарес, альбом посвящен сотворению человека как машины. Эта тема прослеживается и в дальнейшем качестве группы. В некотором роде это новаторский альбом того времени, ведь помимо тяжелого звука с гроулингом, там был использован чистый вокал. Интересным фактом является то, что наш главный герой и талантливый Казарес записал партии баса вместо Эндрю Шивиса, а тот играл только на концертах. Хоть первый альбом и был новаторским, он не был лучшим. Все-таки группа только начала осваиваться в новом амплуа первопроходцев. После они выпускают EP с ремиксами, где они начали делать шаги к собственному звучанию и совместили индастриал, техно и датметал с мелодичным вокалом, что поначалу отпугнуло фанатов, но путь к лучшему звучанию продвинулся на половину галактики. Второй альбом стал определяющим релизом для группы. Он был удостоен максимальной пятизвездочной оценки в британском рок-журнале Керен. Альбом стал успешным. В то время как предыдущий релиз нигде не попал в чарты, The Manufacture попал в топ-10 чартов Билдборд, а на песню Реплика было снято видео, которое было включено в видеоигру Test Drive 5 для PlayStation, а песня Zero Signal была включена в саундтрек к фильму Mortal Kombat 95-го года. The Manufacture – концептуальный альбом о борьбе человека с правительством, управляемым машиной, где каждая песня – глава в его жизни. Группа заявила, что альбом черпал вдохновение в фильме Terminator. Ребята записывали свой альбом в студии, где в то же время писался Bon Jovi, который жаловался на слишком громкие звуки группы, не дающие им спокойно записать свой материал. Fear Factory не обращали на это внимания, но после уговоров продюсера уступили. Также Дина Казарас постоянно спорил с продюсером из-за направления альбома. Дина хотела делать Industrial, в отличие от продюсера. В итоге получилось совсем не то, чего хотел Казарас. С этим негодованием он пошел на лейбл Rudan Records, под которым они выступали. И услышав результат, лейбл согласился с Казарасом и альбом был переделан. На альбом было потрачено тонну денег, и если бы он не зашел публике, то группа бы попала на деньги. Но все обошлось. После своего выхода альбом оказался необычайно успешным и получил всеобщее признание музыкальных критиков, но не сразу. Изначально, из-за новаторства в звучании, альбом не поняли, но впоследствии его стали считать лучшим альбомом не только группы, но и одним из лучших металлических релизов, вышедших за последние двадцать лет. Альбом кардинально изменил правила игры в мире металла. Вроде бы группа уже вписала себя в историю всего за два альбома. Но некоторые вершины ей только предстояло взять с ее третьим альбомом, который вышел в июле девяносто восьмого года и был похож по звучанию на предыдущий релиз, но уже с более низким и брутальным звучанием. В тот период Казаровс подписал контракт с Айбенес и перешел на семиструнную гитару, что позволило создать более мрачный звук на новом альбоме. Этот альбом стал концептуальным, в котором рассказывается история под названием «Концепция 5», написанная вокалистом Бертоном Бэллом, действие которой происходит в 2076 году, где человечество становится рабами машин. Люди стали создавать машин для облегчения своей жизни и в итоге пришли к тому, что они стали устаревшими и были порабощены своим вареньем. Сегодня люди начинают быть зависимы от технологий и, возможно, тот день из альбома группы наступит раньше, чем его предвещала сама группа. Альбом был выпущен во время бума альтернативного металла в конце девяностых. Это и популярность предыдущего релиза позволила группе достичь своего личного рекорда. Альбом стал самым продаваемым за всю историю группы, продав более 400 тысяч копий и достигнув золотого статуса в США. Больше ни один альбом группы так и не смог добиться даже приблизительных результатов. После такого успеха лейбл группы Redan Records, стремясь извлечь выгоду от продаж, начал оказывать давление на группу, чтобы записать более доступный альбом и распродать его еще большими копиями. Но такое давление повлияло и на качество материала. Альбом Digimortal вышел 24 апреля 2001 года и начал хорошо, попав в различные топы и засветился в фильме Resident Evil. Но фанаты быстро опомнились и уже не видели в этом релизе что-то похожее на предыдущие, поэтому Digimortal не смог дотянуться до результатов предыдущего альбома. Кроме того, в группе появились разногласия, которые привели к распаду. Точнее, вокалист Бертон Белл больше не захотел петь в группе и сообщил это участникам, на что они сказали, что не хотят выступать без него. Дина Казарас был против такого расклада, но его мнение не учитывалось. В 2002 году в интервью Казарас обвинял в распаде участников группы, говоря, что ими двигали деньги. В ответ на что участники обвиняли в этом же Казараса. По словам Эрейра, другие участники группы часто выступали с новыми идеями, которые они хотели бы выплатить в звучание FearFactory, но их предложения были отвергнуты Казарасом или открыто высмеяны, что и вызвало раскол между ним и другими участниками группы и в конечном итоге привело к распаду группы. В том же интервью Эрейра также рассказал, что Казарас пытался контролировать направление группы, манипулируя их бизнес-менеджментом и звукозаписывающей компанией и открыто лгал другим участникам. Истину мы с вами наверняка не узнаем, но вы можете написать свои мысли в комментариях. Когда эмоции поутихли в 2002 году, Эрейра и Уолт Олберс воссоединились, заложив основы для возвращения FearFactory на металл-сцену. Правда, это было уже не на лейблю Drun Records. Они записали демо-записи и отправили их Беллу. Впечатлившись со звучанием, он решил вернуться в группу и попробовать покорить вершину металл-сцены еще раз. И был создан альбом Archetype, который считается неплохим возвращением группы. Фирменное звучание на месте, с небольшими дополнениями. Так, детище Казараса продолжило свой путь без него. Но надолго ли? Покинув FearFactory, Dino создал экстрим-металл-группу Assassino, в которой текст песен, так же как и Brigeria, писался на испанском и посвящался черному юмору и сатанизму. Несмотря на то, что у них всего два альбома, последний из которых вышел в 2006 году, группа просуществовала вплоть до 2018. А вот дед-металл-группа Divine Heresy, основанная также Дина Казарасом, существует и по сей день. Но, опять же, последний альбом датируется аж 2009 годом. Самый последний альбом со сторонних проектов Казараса, это альбом группы Brigeria, который вышел в 2016 году. Дина также успел приложить руку и ко многому творчеству других исполнителей. В 2005 году Казараса выбрали лидером команд Руджанр для альбома Руджанр Юнайтед, для которого он написал 4 песни и внес вклад для других музыкантов Руджанр Рекордс. В отсутствие своего создателя Fear Factory записала быстрый альбом 22 августа 2005 года. Из-за скорости он стал не таким проработанным и не понравился многим критикам. Спустя время даже сам вокалист Белл в интервью назвал альбом неудачным. В 2006 году Fear Factory делает перерыв из-за ухода со своего лейбла. Плюс ко всему Белл во второй раз покидает группу, рассказав в интервью, что больше не хочет вносить свой вклад в насилие и агрессию с помощью жесткой музыки Fear Factory, отправившись по другим проектам. В 2009 году Казарас и Белл, несмотря на свою вражду, внезапно начинают общаться и проводить время вместе. В интервью журналу Hammer они рассказали, что случайно встретились на шоу-мистери в Лос-Анджелесе, подошли к друг другу и начали разговаривать как ни в чем не бывало. Внезапно они даже не помнили, из-за чего ненавидели друг друга. Так они вновь объединились и решили создать новый проект. Но Бертон предложил опять назвать его Fear Factory, на что Дина с радостью согласился. Кроме их двоих, в новом проекте больше не нашлось места никому, кроме басиста Байрона Страуда, который спустя год также покинул коллектив. Это объединение сильно всколыхнуло нервы Олберса и Рейра. В интервью они сказали, что даже не знали о планах Казараса и Белла и не согласны с этим бредом, считая себя участниками группы. Тем более, контракт был подписан на них четверых. В будущем Белла раскроет причины, по которым они исключили их двоих из группы. Олберс и Рейра категорически были против участия Казараса в группе, тем самым они были выгнаны из Fear Factory вместе с менеджером группы, женой Олберса. Так была создана новая версия Fear Factory. 5 июля 2012 года с большими осложнениями из-за ссор и ухода участников вышел альбом The Industrialist. В записи принимали участие только Казарас и Белл, а барабаны и вовсе были запрограммированы. Группа решила вновь вернуться к концептуальности. Главный герой The Industrialist или промышленник – воплощение всех отраслей промышленности в форме автомата. Механические, технологические и научные достижения индустриальной эпохи привели к созданию промышленника. По сюжету автомат становится разумным, поскольку с каждым прожитым днем накапливает воспоминания. Благодаря наблюдению и обучению он обретает волю к существованию. То, что должно было помочь человеку, в конечном итоге приведет к его гибели. По словам Казараса, название было взято из документального фильма, который группа смотрела о людях, работавших в тяжелой промышленности. Скандалы в группе никак не повлияли на общую оценку альбома, которая в целом была положительная. Но, как говорят критики, альбом не привнес ничего в мир музыки. А вот следующий альбом группы стал более брутальным по звучанию и уже получил более высокие оценки критиков. На этом альбоме уже были записаны живые барабаны Майком Хеллером. Также это был первый альбом на лейбле Nuclear Blast и последний альбом для Белла. Пока группа выпускала хоть и не передовые, но достаточно качественные релизы, с ними продолжали судиться бывшие участники группы, которые все никак не могли успокоиться. Кристиан Олберс в интервью говорил, что пытается вразумить их и открыть им глаза на воссоединение группы. Ведь это, по его словам, позволит им записать лучшее, что когда-либо видела металлсцена. Лично я не согласен с его позицией. Я считаю, чтобы записать нечто невероятное, нужно быть одним целым со своей группой. А это им уже давно чуждо. Из-за всех этих разбирательств группа решила объявить небольшой перерыв в работе. И только в 2020 году Казарс объявил, что готов выпустить новый альбом в следующем году. А спустя месяц Белл объявил о своем уже третьем уходе из группы. Причиной он назвал ссору, которая еще была на записи предыдущего альбома. А позже и вовсе сказал, что был в группе ради денег. И писал тексты песен, полагаясь на заработок, чем разочаровал фанатов. Причем Казарс даже не был в курсе этого, что привело его в смятение. Он так и не смог уговорить Белла остаться. Так в группе Дина Казарс стал единственным владельцем марки Fear Factory. Хотя вокал Белла все же появился на последнем альбоме группы, так как он записал его еще в 2017 году. Тем самым в 2021 году вышел их последний на данный момент альбом. Который ничуть не опустил планку предыдущих релизов. И получил не менее 8 из 10 по версии почти всех критиков. После ухода вокалиста группе был необходим новый. И Казарс сразу принялся за поиски. Дина сказал, что пол музыканта абсолютно не важен. Что привлекло многих девушек на прослушивание, которое превысило 300 человек. Но все же вокалистом стал мужчина Майла Сильвестра. Родом из Рима. Который размещал видео на их кавер версии на фан сайте Fear Factory. Его мать тренер по вокалу. А его отец профессиональный блюзовый гитарист. Поэтому в навыках сына сомневаться не приходится. Хоть Дина Казарс и потратил много времени и сил на свою основную группу. Ему хватило времени присоединиться к братьям Кавалера и их проекту Solfa в 2021 году. Посмотрим, что из этого выйдет. А вот насчет следующего альбома Fear Factory Дина на 100% уверен, что он будет в ближайшее время. Так что ждем. В этом же году на него было совершено покушение. В январе он опубликовал фото в своем твиттере с застрявшей в лобоом стекле его автомобиле пулей, примерно 45-го калибра. По его словам, полиция начала расследование и спросила, есть ли у него враги. На что он ответил «да» и назвал имена трех человек. Что это за люди, думаю, и так понятно. Дальше пока дело не зашло. Что касается своей внешности, а именно полноты. Дина говорил о том, что играя в группе нужно заиметь толстую кожу. Он признается, что старается читать все комментарии, и когда его оскорбляют лично, это проходит мимо и не принимается на свой личный счет. Но когда задевают музыку, все меняется и он превращается в дьявола. За свое существование в группе были постоянные конфликты, драки, непонимания, переходящие в судебные разбирательства. Радость сменялась разочарованием и наоборот. Несмотря на такое сопротивление, группа умудрялась создавать качественный материал вплоть до нынешнего дня. Возможно, благодаря Казарасу. Возникает только один вопрос. Какой уровень творчества создала бы эта группа, не будь всех этих негативных факторов. До скорого.